Познакомиться с многообразием специальностей, кунуться в моменты студенческой жизни, узнать, какие требования для поступления в Брестский государственный университет имени Пушкина можно было на дне открытых дверей, на которые приехали будущие абитуриенты и их родители, не только из нашего региона, но и из иных областей. Сегодня большинство юношей и девушек понимают, насколько важно получить высшее образование, но одновременно необходимо осознать, чем ты хочешь заниматься в будущем. По всей Брестской области, во всех университетах, колледжах проводится день открытых дверей, и я считаю, что это крайне важно для молодежи видеть, понимать, какие специальности, подготовку каких специальностей, профессий проводят наши учреждения образования первого региона. Очень вижу сегодня, что пользуются интересом различные факультеты, специальности. Для меня, как основного заказчика педагогических кадров, очень важно, чтобы в педагогии тоже приходила мотивированная молодежь, чтобы это были яркие, интересные личности, увлеченные и своим учебным предметом, и готовые делить всю свою энергию с молодым поколением, передавать свой опыт следующим поколениям. Поэтому, думаю, такие встречи очень высокоэффективны и имеют важное значение в жизни каждого молодого человека. Для молодежи сейчас очень важно получить высшее образование. Мы видим их стремление, видим достаточно высокие конкурсы ежегодные на специальности в наши университеты, в том числе и университеты Брестской области. Мы понимаем, что в целом по области у нас процент поступления в учреждения высшего образования приближается к 70, поэтому тоже можем оценить, как высокий уровень желающих ребят, выпускников учреждений общего среднего образования, стать профессионалами каждому в своем направлении деятельности. В фойе первого этажа Пушкинского университета в день открытых дверей был настоящий ажиотаж. Здесь будущие абитуриенты, их родители, преподаватели и студенты, а также представители руководства вуза. Одни задавали интересующие вопросы, другие компетентные специалисты давали нужные и такие важные ответы. К слову, сегодня получить высшее образование в Брестском государственном университете имени Пушкина в этом году можно по 22 специальностям на 9 факультетах. Мы очень рады, что в единый день открытых дверей, который сегодня проходит по всей стране, в нашем университете, наш университет выбрали многие абитуриенты для того, чтобы ознакомиться с нюансами зачисления, со специальностями, факультетами, которые мы представляем. И эта ситуация нас, конечно, безмерно радует. Я могу сказать, что за последние 3-4 года мы стабильно выполняем план приема как по бюджетным местам, так и по платным. И это говорит о том, что наш университет востребован среди абитуриентов. И мы продолжаем в этом направлении работать, привлекаем абитуриентов, проводим с ними различные формы взаимодействия со школами прежде всего. Это дает свой результат, ведь основным заказчиком кадров нашим является система образования, регионы, области, страны в целом. И мы эту задачу выполняем. Сегодня в университете 9 факультетов. За каждым из них стоит своя традиция, своя научная школа, очень сильный профессорско-преподавательский состав. И факультеты эти по структуре своей абсолютно соответствуют всем направлениям, всем учебным предметам, которые сегодня включены в учебные планы на уровне общего среднего образования. Это филологический факультет, факультет иностранных языков, исторический факультет естествознания, физико-математический факультет, социально-педагогический, психолого-педагогический и юридический факультет тоже важную роль играет для подготовки кадров, в частности, для силовых структур. Участниками Дня открытых дверей стали не только потенциальные абитуриенты из города Бреста, но и представители из Брестского региона. Кабринчанка Мария Романюк планирует стать психологом. Знакомиться с вузом приехала с мамой. Это наше будущее. Наше будущее – это очень важно. Будущее зависит, куда мы пойдем, где будем учиться, и вообще, как все будет продвигаться. Мне помогло знакомство с данной профессией. Я поняла, что хочу двигаться по этому направлению, что хочу обучаться на психолога, и мне лишь это шаг к этому. Выше образование дает, во-первых, больше знаний, во-вторых, опыт работы. Я выбрала психолого-педагогический факультет, потому что я учусь на воспитателе дошкольного образования, и тут также есть. Открылся после колледжа, можно поступить на заочную форму образования, сокращенную. Я выбрала, потому что я дошкольник, и хочу продолжать работать в этой деятельности. Будущих абитуриентов встречали и в Брестском государственном техническом университете. В первом блоке мероприятия гости Дня открытых дверей и общереспубликанская акция «Я выбираю профессию» пообщались с профессорским составом вуза. Юноши и девушки узнали о специальностях, которые они могут получить, и возможностях целевой подготовки. В этом году День открытых дверей проходит в новом формате по республике. Именно сегодня во всех университетах, во всех среднеспециальных профтехнических учреждениях образования проходит именно День открытых дверей, где есть возможность для абитуриентов познакомиться не только с самим учреждением образования, но и с заказчиками кадров. Мы тоже предоставили площадку нашим уважаемым предприятиям города Бреста, которые могут ознакомиться не только с университетом, посмотреть, как у нас работает университет, но и увидеть абитуриентов, которые придут поступать в этом году в наш университет. То есть у нас такая двойная площадка, абитуриенты, заказчики кадров. Абитуриенты знакомятся не только с университетом тоже, но и с предприятиями, куда они могут пойти потом работать, выбрав одной из специальностей. А сами заказчики кадров увидят того, кто в этом году поступит и через 4-5 лет придет к ним на работу. Среди новшеств набора в техническом университете в этом году открытие специальности производства изделий на основе трехмерной технологии. В 2024 году мы осуществляем набор на новую специальность производства изделий на основе трехмерных технологий. По выпуску в 2028 году ребята, которые поступят на эту специальность, получат квалификацию инженера. Для того, чтобы поступить или быть зачислен на данную специальность, ребятам необходимо сдать русский либо белорусский язык, математику и, соответственно, физику. В этом году мы планируем набрать 25 человек, 25 студентов. 20 – это на бюджетную форму обучения и 5, соответственно, на платную. Нынешние абитуриенты активно интересуются возможностями целевой подготовки. Для этого на профориентационной встрече присутствовали представители и организации заказчиков кадров, которые ответили ребятам на их вопросы, а также рассказали им о последующем трудоустройстве без целевого направления. «Строитрест» – наша организация очень большая и абсолютно, наверное, в любых кадрах нуждается. В основном, конечно, мы рассчитываем от Брестского технического университета, это инженера-строители, это будущие мастера-прорабы, это инженера-потово, экономисты, которые в процессе обучения у нас в организации получения опыта станут, наверное, в будущем когда-то и руководителями. На демонстрационных площадках факультетов абитуриенты познакомились с научно-техническими разработками, пообщались с преподавателями и студентами и определились с направлениями, которые им интересны. Мне интересно вообще программирование. Пришел сюда, потому что было интересно, как именно нужно поступать. Мне стало интересно узнать, какие профессии и куда могут быть интересны. Хочу поступить на специальность логиста. Хочу сам настраивать и показывать маршруты, куда можно поступать товары с Беларуси и другие страны. Анастасия Милишкевич, Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая».